Субтитры создавал DimaTorzok Дом 12, телефон 2-09-20 И ваши мечты осуществятся А в сегодняшней программе вы увидите Первое большое интервью о проблемах физкультуры и спорта С главой городского поселения Углич Владимиром Арфаницким Успешно завершился очередной футбольный сезон Для команд футбольного клуба Углич На областном слете команд средних специальных учебных заведений Ярославской области Студенты Угличского механико-технологического техникума Заняли почетное второе место Юные угличские шахматисты на областном первенстве выступили просто блестяще Эти и другие новости физкультуры и спорта в очередном выпуске передачи Успешно завершился очередной футбольный сезон для команд клуба Углич На ваших экранах таблицы чемпионата и первенств Ярославской области Старшие юноши Углич Маша так и не смогли войти в число призеров Хотя надежды на это были Младшие юноши футбольной школы Углич под стать своим взрослым товарищам сыграли уверенно И уверенно заняли третье место из 13 команд В конце сентября в Ярославле на стадионе Шинник По инициативе Департамента по делам молодежи Департамента образования администрации Ярославской области А также объединения средних специальных учебных заведений области Шторм Состоялся областной слет спортивных команд Учреждений среднего профессионального образования под девизом «На старт» 22 команды со всех уголков Ярославии откликнулись на этот призыв Соревнования получились интересными и прошли в упорной борьбе Представители Угличского механико-технологического техникума Под руководством Макима Даулетова и Виктора Клементьева Выступили очень успешно и заняли почетное второе место Нам сообщили тренера, которые в техникуме Что будут соревнования в Ярославле, в Ярославской области, среди вузов и СУЗов Набрали, выбрали кто получше В отдельных видах его собрали команду Сколько человек всего было? 15 человек Какие вообще виды спорта вам удались лучше всего? Перетягивание каната, чеканка меча, игра дракон и юмористическая эстафета Что в себя включало юмористическая эстафета? Вся команда принимала участие, каждому давали свое здание И вот все проходили свои эстафеты В каких видах спорта принимали участие девушки? Дракон, значит дартс, потом на скакалке прыгали и все эстафеты Что сложнее всего было? Дракон, наверное, да Поясните, что это такое для наших телезрителей В общем, там 6 девушек Ну, принимают две команды, соперники Одни, значит, одна команда стоят в кругу, держась друг за друга А другая команда выбивает из этого круга двумя мячиками 4 человека Ну, как бы, пытаешься увернуться Какое место вы знали? Третье место Когда вы поехали, вы ставили какие-нибудь цели перед собой? Взять первое место Мы рассчитывали, как бы, мы вообще, как бы, сначала рассчитывали войти в десятку для начала А потом уже, после, как вот, когда занимали места, мы уже, ну, рассчитывали войти в пятерку сильнейших Благодаря чему вам удалось, как вы думаете, занять второе место? Высокое место? Благодаря нашему учителям, которым нас тренировали Кому? Макиму Андреевичу и Виктору Дмитриевичу Скоро стартует спартакяда средних специальных учебных заведений Ярославской области Вы там будете выступать? Да, будем Обязательно Во всех видах? Да Конечно Ну, тогда мы желаем вам успеха, спасибо Всегда Шахматы – один из видов спорта, для которого времена года не имеют значения А в летний период, когда большинство юных шахматистов предпочитают отдыхать Александр и Дарья Шмарины участвовали сразу в трех турнирах и выступили очень неплохо На фестивале Ярославия 2006 Дарья стала лучшей, а Александр занял третье место Кроме этого были еще и Кубок Волги в Костроме и Всероссийский турнир в Петергофе Третье место в этой группе девочек награждается Шмарин и Дарья в городе Все эти поездки стали возможны благодаря усилиям отца ребят – Владимира Шмарина Кстати, первого углического победителя первенства области среди школьников А зачем вам это надо? Для чего вы все это делаете? Все лето посвятили своим детям выезды на турниры? Ну, хотелось бы, чтобы у них что-нибудь получилось в шахматах Шахматы всегда пригодятся в жизни Вот для этого мы с ними занимаемся Хотя мы понимаем, что, может быть, они не будут великими шахматистами Но это всегда пойдет на пользу Из этих турниров, которые только что прошли, на которые вы за свои деньги свозили ваших детей Что вам лично запомнилось? Какой-нибудь турнир, какое-нибудь выступление, какое впечатление самое яркое было у вас? Ну, больше всего у нас успех был в Анапе, поэтому он и заполнился Александр и Дарья Шмарины в составе углической команды недавно участвовали и в первенстве Ярославской области Где наша команда выступила просто блестяще Безусловно, я рад, что занял второе место Да еще и плюс к тому, что я на год старшие ребята меня играли И турнир этот мне понравился очень, организация была хорошая Но я мог занять и первое место Когда я играл с мальчиком, который занял в итоге первое место Я выигрывал, чисто выигрыш был Но, к сожалению, я не смог и свел на ничью Поэтому я не смог занять первое место Николай, вы не первый раз участвуете в подобном турнире И когда вы не занимали призовые места, у вас не было разочарования Вот вы ехали на этот турнир с каким настроением? Настроением победить И в прошлом году я четверто-третье поделил Не смог немного дочернуть там по коэффициенту К сожалению, ну, в этом турнире я хотел, что занять первое место Но не получилось Павел, вы впервые участвуете в подобном турнире Вообще хотелось, чтобы вы поделились впечатлениями Как вам вообще этот турнир? Как аура? Как соперники? Ну, вот поделитесь с нами вашими впечатлениями Ну, вот соперники у меня сложные были Арбузов и Мамедов И Соколов, которому я проиграл Ну, вот первую партию я как раз с Соколовым и играл И я ему проиграл Я фигуру прозевал на самом видном месте Ну, а с Мамедовым это он уже мне там прозевал А с Арбузовым я на ничью вытянул И поэтому занял второе место Что для вас было целью в этом турнире? Да я вот всю дорогу про себя говорил Я еду занять первое место И вот так всю дорогу Вы довольны своим выступлением? Да Наряду с тем, что вы неплохо выступили Наверное, вы и свои ошибки заметили И, наверное, это турнир, как бы трамплин для будущих выступлений Вы знаете те недостатки, которые у вас проявились в ходе игр? Ну, мне кажется, вот я зевал бывало Но участник, соперник мой Но он бывало этого не видел И пришлось сразу же что-то делать Впереди у вас всероссийский турнир? Ну, во Владимир 1 ноября Как там надеетесь выступить? Я не знаю Я надеюсь Ну, хотя бы в десятку выйти Впервые за последние годы Очень хороший урожай Вы собрали медалей Выступили даже не хорошо, а прекрасно Вот как вы объясняете такой успех? Ну, у нас вообще были трудности Опять, как всегда, с деньгами Но спасибо Владимиру Валентиновичу Он нам пока деньги нашел Единственное, что у нас один ребенок ездил за свой счет Ну, вот, потому что я считала, что он еще выступит слабо А оказалось, тоже здорово выступил Он ездил, правда, за счет родителей Это Павел Бондаренко И потом у него был самый низкий разряд Для, вот, для этой Из всех детей и для этой группы низковат Он был в числе двоих только там Второразрядников Остальные были перворазрядники И я хочу вот о нем в первую очередь и сказать Он для меня совершенно неожиданно Набрал шесть очков, занял второе место Опередил очень многих ребят, которые давно-давно играют И, в общем, оказался молодцом Но остальные тоже здорово выступили Да, вот сказать про Машу Виноградову можно Что она просто, вот, знаете, наголову была выше всех остальных девочек Девочки, конечно, маленькие Но их было много с области Было из Ростова, из Рыбинска, из Ярославля Но Маша обыграла всех Сказать, что она очень здорово играет Я еще не могу, потому что вот на уровне России это еще слабовато Но на уровне области хорошо Для Вас самой этот успех, он явился сюрпризом? Ожидали Вы такого? Знаете, про нас там сказали Ну, Углич забрал много медалей Такое количество Даже Рыбинск про себя сказал так Нам надо подтянуться во время награждения Потому что у них очень много участвующих было В отличие от нас А если среднеарифметическое взять То, конечно, у них медалей меньше получается И у Ярославля такая же история А вообще они у нас попали в следующий этап Это центральный федеральный округ Который будет проходить во Владимире Все, все семь А где деньги взять? Опять проблема Это будет очень сложно Я заранее Вам это говорю Немножко в будущее заглянем Владимир, реально там занять призовые места? Да, реально А почему? В Довин может Даша может, Шмарина Про остальных я тебе пока не могу сказать Но вот два могут Два Когда у нас Владимир? Первого мы должны быть во Владимире Ноября Ноября, то есть совсем скоро В следующей передаче мы обязательно расскажем А пока пожелаем Вам успеха и призовых мест А сейчас в холодную осеннюю погоду Маленькое воспоминание о лете Немало в нашем городе общественных объединений В том числе и спортивных Среди этого многообразия Углический клуб велосипедистов стоит особняком Во-первых, и временем проверен И людьми, и необычными акциями Одну из которых и предприняли участники клуба В июле этого года Да не одни, а вместе с редакцией Углической газеты Закрутим второй век Углической газеты Таков девиз этого велопробега Приуроченного к 100-летнему юбилею Печатного издания Углич, Переслав, Залесский, Ростов, Великий, Борисоглебский, Углич Таков маршрут пробега Длиной 320 километров А в пути десятки населенных пунктов Встреча с местными жителями Ночлег на природе Единственным препятствием в нашем пути была погода Во второй день На протяжении всего маршрута Нас поливал дождь Но тепло, сердец Людей, которых нас встречают Нас отогревают И особенно приятно Мы даже не ожидали такой встречи В Ленинской области И большое спасибо Руководителям, которые для нас это организовали Было очень приятно Красочно одетых людей Приятно, что тебя ждут Хочу сказать, что пробег прошел Не только с пользой для наших мышц Но и с пользой для наших умов Мы познакомились с нашими коллегами В различных городах Которые проезжали То есть посмотрели Как там стоят дела Со средствами массовой информации В общем-то Прорекламировали родной город Что, думаю, принесет пользу всем Вообще, конечно, хочется Очень большое спасибо сказать Всем людям, которые нам помогали В процессе Как подготовки И во время самого пробега Их довольно сложно перечислить Список будет очень длинный Но, тем не менее Им всем огромнейшее спасибо Я хочу заметить Что весь наш дружный коллектив Помогал друг другу У нас ломалась техника Ломались машины Толкали Меняли цепи Постоянно прокалывали колеса Были совершенно разные участки Была хорошая дорога Была плохая Вот Но это не стало для нас препятствием Мы преодолели эти 320 километров И я очень рад Я думаю, что все мы счастливы Что, наконец-то, мы добрались домой Финиш на Успенской площади В день города Был встречен угличанами на ура В официальном пресс-релизе Было заявлено Что главной целью велопробега Является популяризация углича Угличских средств массовой информации В городах нашей области Налаживание связей с областными СМИ Обмен опытом работы По освещению событий городского Областного масштаба Работе с органами власти И сотрудничеству с органами Местного самоуправления А нам кажется Что самое главное Личным примером Приобщить угличан К здоровому образу жизни Показать, что через физкультуру и спорт Крепнет дружба Улучшается здоровье И жизнь Даже в пасмурную погоду Расцвечивается Яркими красками Интересных и незабываемых событий На холсте обыденности И однообразия бытия Сегодня в нашей программе Пожалуй, впервые После вступления в должность Главы городского поселения Углич Владимира Арфанитского Большое, развернутое интервью О физкультуре и спорте В нашем городе и районе О проблемах, возникающих И путях их решения И первый вопрос Владимир Валентинович Физкультура и спорт Здоровый образ жизни Это были краеугольные камни Если можно так сказать Вашей предвыборной платформы Прошло совсем немного времени Меньше года И хотелось бы от вас услышать Что уже сделано И что планируется Здравствуйте, уважаемые угличане На самом деле Год назад, когда на выборах Я шел кандидатом на пост Главы городского поселения Я в своей предвыборной кампании В программе говорил Что вопросы развития физической культуры Спорта Это приоритетные Одни из приоритетных вопросов Развития Угличского муниципального района И городской администрации Городского поселения в частности К сожалению, сегодня Углич До сих пор не имеет плавательного бассейна До сих пор не имеет хорошего Многофункционального спортивного зала До сих пор только приходится мечтать О том, чтобы сделать искусственный лед Я хочу заявить, что на самом деле На сегодняшний день появились Федеральные программы софинансирования Которые дают нам возможность надеяться Что при условии выделения денег Из местного и областного бюджета Мы сможем 50% финансирования Любой спортивной программы получить То есть, если мы хотим построить спортивный зал И находим на это необходимое средство То 50% оставшихся денег Федерация нам гарантирует Независимо от того, один этот спортзал Или, допустим, их три Если мы деньги эти прописываем И обосновываем необходимость их строительства В таком объеме Мы эти деньги получаем Ну вот, недавно я общался С заместителем губернатора Максимом Гейко И он рассказал, что Углич В общем-то, в числе первых городов Ярославской области Стоит в очереди на строительство Многофункционального физкультурно-здоровительного комплекса Ну, вы знаете, вот и мой житейский опыт И, наверное, житейский опыт наших телезрителей Убеждает, что на слово верить чиновнику Даже такого ранга, наверное, нельзя Но он сказал, что в 2007 году начнется уже строительство В 2008-2009 оно закончится Знаете, я даже еще более оптимистические прогнозы выскажу Потому что строительство подобных комплексов Оно не затягивается на несколько лет Это легко возмотимые металлоконструкции Которые монтируются в течение года Максимум полутора То есть, да, на самом деле Максим Владимирович Гейко Являясь заместителем губернатора По как раз вопросам спортивной работы И реализации 131-го закона местного самоправления Он, будучи на финале Кубка губернатора по футболу В Угличе Сделал это заявление Мы с ним выезжали на место Где в перспективе будет строиться этот спортивный зал Я знаю точно, что 1 сентября Все документы на 6 спортзалов по области В том числе на Угличский Были направлены В документы входит генплан Необходимые пояснительные записки Все, что нужно для того, чтобы начать финансирование федерально Были направлено в Росспорт И все сроки были выдержаны А именно 1 сентября был обозначен Как срок сдачи всей необходимой документации Для того, чтобы в федеральном бюджете 2007-го года Софинансирование 6 спортивных комплексов Ярославской области было открыто В этой связи Анализируя бюджет Уже Ярославской области на следующий год Мы тоже видим Те необходимые деньги Которые в этом бюджете прописаны На 25% финансирования Уже из областного бюджета Но будут ли 25% Финансирования С местного бюджета В рамках софинансирования Думаю, что Эльнор Михайловна Обещая это финансирование год назад Свои обещания выполнят И в нашем бюджете эти деньги тоже появятся И все необходимые условия Для того, чтобы начать строительство В следующем году Они, пожалуйста, имеются Поэтому я не сомневаюсь Что оно начнется однозначно в 2007-м году Ну а темпы строительства При наличии денег Для такого вот сооружения Это год-полтора Еще раз повторюсь Раз уж прозвучало слово Физкультурно-оздоровительный комплекс У меня сейчас как заноза в душе То здание на северное Любой объект надо Как бы анализировать Вот мы Проведя детальный анализ Пришли к выводу Что данный объект Он для эксплуатации пригоден Надо четко определить Финансирование Проектирование Работ И начало строительства Насколько я знаю На сегодняшний день Все средства на Проектное изыскание Не выделены И практически Проект он уже В конечной стадии Он уже на выходе Вопрос Сможет ли Муниципальный район В целом Да Потому что это наш общий вопрос Бюджет района Бюджет города Найти необходимое Средство Для того Чтобы в следующем году Какие-то работы Уже начать непосредственно По Этому комплексу Этот вопрос открытый Я считаю Что мы обязаны Достраивать фок Единственное Что бассейн Стандартный Там не получается Мы знаем Что там По проекту 16 метровая Как бы ванна Естественно Мы соревнования Там проводить Не можем Поэтому вопрос Со строительством Этого фока В строительстве бассейна Не отпадает Мы должны Это для себя понимать Но даже 16 метровая ванна Как оздоровительный комплекс Это очень серьезное Подспорье Для оздоровления Населения В первую очередь Детей И мы обязаны Его достроить То есть я Хочу сказать Что не только Вот в том О чем мы говорим Уже несколько лет Наши планы В развитии Мы должны Вспомнить О тех видах спорта Которые незаслуженно забыты Это легкая атлетика В первую очередь Я считаю Что Канькобежный спорт Я считаю Что имея стадион С 400 метровой Стандартной дорожкой Мы должны Просто Профинансировать Изготовление Некого Специального покрытия Которое Даст возможность Проводить Квалифицированно Проводить Соревнования По легкой атлетике И даст Интерес Детям При том Что мы На сегодняшний день Думаем О строительстве Общежития Для привлечения Спортивных кадров В тренерский состав В рамках Развития Стадиона Мы говорим Что для нас важнее Мы можем построить Допустим Два специализированных Зала По борьбе По боксу И плюс Предусмотреть Допустим Нижний этаж Или допустим Верхний этаж Как общежитие Для Привлечения Специалистов Которых у нас Не хватает Мы должны признать Что на сегодняшний день Нет тренеров Которые бы Квалифицированно Тренировали Легкоатлетов Сегодня Допустим Ведутся переговоры С Беловановым Николай Владимирович Который готов Использовать Свой опыт Как бы Свои знания Для того Чтобы вернуть Угличу Конькобежный спорт И мы Обязаны Прислушиваться К ветеранам Спорта Которые Ну В свое время Нашему Угличскому Спорту Принести Славу И почет То есть Они известны Можно сказать Всей России Потому что Их результаты В свое время Они на самом деле Впечатляли Мастер спорта Международного класса Это серьезный результат В конькобежном спорте И надо это признать То есть Мы должны Четко понимать Что нет Неких рамок В которых Мы должны Развивать спорт Есть Определенная Как бы Идея Которая Наполнена Квалификацией Наших кадров И желанием Эту идею Воплощать То есть Я Четко Для себя Понимаю Что Сегодняшний Актив Это Квалифицированные Кадры Если мы будем Опираться на них И они будут Видеть Что они Востребованы В этой работе Я не сомневаюсь Что у нас Получится Очень серьезная Плодотворная Работа И наш Углич Начнет И в спорте Высших достижений Звучать Еще ярче Хотя мы знаем То что Как бы На сегодняшний день В полиатлоне Мы имеем Мастера спорта Международного класса И это Серьезный результат Последних лет И надо Как бы Сказать Виннику Александру Ивановичу Что он достиг На самом деле Высоких Очень результатов В спорте Но надо понимать Что Очень большое Внимание Надо уделять И Мастовому спорту И наверное Это в первую очередь Потому что Надо признать Что все-таки Поколение Подрастающее Оно у нас Не очень здорово Если говорить мягко Прежде чем подготовить Интервью с вами Мы провели Маленький Социологический опрос Ну собственно Опираясь И на просьбы Пожелания наших Телезрителей В общем-то радиослушателей Которые Звонили Писали письма Нам На улице Так обращались Большинство Людей волнует Один вопрос Программа Телеканала Спорт Привык конкретно Отвечать на вопросы Да Вот у меня в руках Сейчас находится договор О сотрудничестве В сфере улучшения Качества приема Телевизионных программ И увеличение Ассортимента Телевизионных каналов Возможных для просмотра Жителями города Углич Вот этот договор Мы Заключили Буквально На днях С Обществом Сограниченной Ответственностью Углическая телесеть В этом договоре Прописаны все сроки Подключения Да Это кабельное Телевидение Но мы Как бы Обязали Данным договором Коммерческую Структуру В течение 2007 года До 1 января 2008 Кабельным Телевидением Обеспечить Весь город Углич В этом случае Мы На общественных Случаях Да Порекомендовали Населению Именно эту Коммерческую Организацию Для реализации Данной программы Мы сказали Что да Если вы гарантируете Населению И подписываете Данный договор Где мы эти сроки Определяем То мы Гарантируем Что мы будем Вас поддерживать В целом На всей территории Углича 1 января 2008 Ровно Через год И три месяца Мы должны Свою работу Закончить На что Директор Данной Организации Сказал Мы Подписываем Данный договор Так как У нас есть На самом деле Рычаги Привлечения Других Источников Других Организаций Которые Также готовы Соглашаться Но мы Обязаны Поддерживать Своих Своих В первую очередь Которые Обеспечат Как минимум 15-20 рабочих мест Для угличан Поэтому мы Приоритеты Собственное население Было Именно за это Решение Именно такого вопроса В таком плане Я вам Хочу сказать Что к 1 января Канал спорт Будет в целом Везде 2008 года К 1 января 2007 Микрорайон Северный Который Ограничен Улицами Зины Золотовой От Дворца Культуры Улица Победы Рыбинское Шоссе Северное Вот весь Этот микрорайон Он уже Будет Подключен 1 января 2007 года То есть Через 3 месяца Уже есть Некоторые Дома Которые Сегодня Имеют Возможность Просмотреть Каналов Вопрос Ценовой Политики Значит Очень важный Мы В этом Договоре Прописали Обязательно Условия Наличия Социального Пакета Который Будет Стоит Всего 50 Рублей В месяц Я считаю Что это Достаточно Взвешенная Цифра И Обязательно Он будет Включать Себе Основные Федеральные Программы Первый Второй НТВ И Естественно Культура Спорт Это 5 Обязательных Каналов Которые В социальный Пакет Попадают И дают Возможность Просмотра Спортивного Канала Всему Населению Города Ну что ж Владимир Валентинович Я думаю Мы в целом Затронули Все аспекты Состояния Физикультуры И спорта В нашем Городе И районе И вот В заключение Хотелось бы Задать Такой вопрос Многие Скептики В предвыборную Компанию Вашу говорили Это хорошо Что Владимир Валентинович Обращает внимание На спорт На вот такие Но придет время Когда он займет Пост главы Вопросы ЖКХ Градоустройства Просто Затмят Вот эти вот Социальные Аспекты Ну физкультура И спорта Социальные Скажем так Те которые Те аспекты Которые требуют Вложения денег Вот для вас За эти месяцы За этот неполный год Значение Физикультуры И спорта Не ушло На задний план Однозначно Нет И никогда Не уйдет Независимо От занятости И важности Вопросов Я считаю Что все вопросы Жизнеобеспечения Населения Будь то ЖКХ Будь то Обеспечения Спортивными То есть у нас есть Спортивный клуб Спарт У нас Есть Спортивная школа Футбола Шахматный клуб У нас есть еще Орион Мы знаем об этом Пока не имеющий Статус Муниципального Учереждения У нас есть Ребята Которые увлекаются Мотокроссом Которые также Хотели бы иметь Муниципальную поддержку Мы все это Рассматриваем И вот в эту вертикаль Управление По делам Физикультуры И спорта В спортивный клуб Спарт Как раз Вот эти все Подразделения Должны входить То есть мы Определили Четко Штатное расписание Есть начальник управления У него в заместителях Есть зам По спортсооружениям В связи с тем Что мы реально Сейчас будем заниматься Серьезными вопросами По развитию Этой инфраструктуры Есть зам По спортивной работе Есть Как бы Директор Спортивного клуба Спарт Который Также Подчинение Этого управления То есть вертикаль Жестко выстроена Есть с кого спросить И вот На сегодняшний день То есть Сделав эти первые шаги Мы Каждый Вторник Собираемся С спортивным активом Для того Чтобы обсудить Необходимые Как бы Меры По реализацию Нашей программы Сегодня Вот В минувший вторник Я сам лично Присутствовал На данном совещании Который проводил Мой помощник По вопросам Физкультуры и спорта Фарутин Владимир Васильевич На стадионе И Собственно Основные задачи Для Своих подчиненных Я поставил И я как бы Уверен в том Что их Квалификация Отвечает необходимым Требованиям Сегодняшнего времени Чтобы Спортом Физическая культура Стала заниматься Как можно больше Детей и молодежи Их задача Выполнять этот блок Вопросов Моя задача Как главы Как мэра города Углич Выполнять другой блок Вопросов Это строить жилье Обеспечивать рабочие места И строить спортивные сооружения И тогда Уверяю Демографический кризис В Угличе Мы преодолеем Ну что ж На этой Прекрасной ноте И хотелось бы Вас поблагодарить И вместе с благодарностью Сказать Вам Что на Вас Надеются Практически Все спортсмены Все любители спорта Все физкультурники И в общем-то Ждут На самом деле Конкретных шагов Я думаю Что вместе Мы сумеем сделать Углич В передовом отряде Физкультуры и спорта Не сомневаюсь в этом Спасибо Спасибо И это все О чем мы Вам сегодня Хотели рассказать Закончился сезон Опустили футбольные поля Но пусть не заканчивается Ваша любовь К физкультуре и спорту А мне остается добавить Что спонсором показа Сегодняшней программы Была туристическая фирма Купола Обращайтесь по адресу Улица Ярославская Дом 12 Телефон 2 0920 И Ваши мечты Станут реальностью Всего Вам доброго До новых встреч И не забывайте Заниматься спортом Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова